Друзья, привет! Сегодня мы с вами окунемся в мир праздничных дат и событий. Узнаем, что же интересного произошло 12 ноября в разные годы и чем этот день запомнился в истории. Готовы? Тогда пристегните ремни, мы отправляемся в увлекательное путешествие. Знаете ли вы, друзья, что 12 ноября в России отмечают Синичкин день? Да-да, вы не ослышались. Этот день посвящен нашим пернатым друзьям, особенно синячкам, которые играют важную роль в экосистеме. Этот праздник учредил Союз охраны птиц России, но его история уходит корнями в глубину веков, во времена Древней Руси. В те времена люди уже понимали важность птиц для природы и старались их защищать. Наши предки верили, что именно к этому дню зимующие птицы, в том числе Синички, прилетают ближе к человеческому жилью. Они считали, что птицы приносят с собой тепло и уют в дом, и поэтому старались создать для них комфортные условия. В этот день люди старались привлечь удачу и счастье, развешивая кормушки и угощая птиц разными вкусностями. Это не только помогало птицам пережить зиму, но и создавало особую атмосферу доброты и заботы. Сегодня мы продолжаем эту традицию, чтобы поддерживать баланс в природе и радовать наших пернатых друзей. А еще 12 ноября мы чествуем тех, кто стоит на страже нашего спокойствия и безопасности. Поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники ФСБ и ФСО, охранники, телохранители, все те, кто обеспечивает порядок и безопасность в нашей жизни. Кстати, учредил этот праздник в 2005 году крупнейший интернет-портал по безопасности СЭК. Вот такая история. 12 ноября это не только праздники, но и день, когда мы вспоминаем о важном для здоровья каждого из нас. В этот день мы обращаем внимание на одно из самых серьезных заболеваний, которое может затронуть любого человека. Этот день посвящен борьбе с пневмонией, заболеванием, которое, к сожалению, может поразить любого, независимо от возраста и образа жизни. Пневмония – это воспаление легких, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти, если не лечить вовремя. Инициатором создания этого дня выступила Глобальная коалиция против детской пневмонии, напоминая нам о том, как важно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Эта коалиция объединяет усилия врачей, ученых и общественных организаций по всему миру, чтобы снизить заболеваемость и смертность от пневмонии. Важно помнить, что профилактика и своевременное лечение могут спасти жизни. В православном календаре 12 ноября – день памяти святых мучеников Зиновия и Зиновии. Брат и сестра, с ранних лет впитавшие христианскую веру от своих родителей, посвятили жизнь борьбе с язычеством. Их стойкость и вера были непоколебимы, и даже перед лицом смерти они не отреклись от Христа. В 285 году Зиновий и Зиновия были казнены за свою веру. 12 ноября 1803 года – важная дата в истории российской науки. В этот день произошло событие, которое оказало значительное влияние на развитие исторической мысли в России. В этот день Николай Михайлович Карамзин, выдающийся русский историк, писатель и общественный деятель, был назначен российским историографом. Это назначение стало важным этапом в его карьере и признанием его заслуг перед отечественной наукой. Его многолетний труд «История государства российского» стал не просто летописью событий, но и глубоким исследованием российского общества, менталитета и культуры. Карамзин сумел создать произведение, которое до сих пор является важным источником знаний о прошлом нашей страны. Это назначение стало признанием его огромного вклада в развитие исторической науки. Его работы вдохновили многих последующих историков и исследователей, и его имя навсегда останется в истории российской науки. 12 ноября 1837 года в России произошло знаменательное событие. Открылся первый участок царскосельской железной дороги, связавшей Санкт-Петербург с Царским селом. Это был настоящий прорыв в развитии железнодорожного транспорта в России. Открытие дороги стало грандиозным событием и толчком к дальнейшему развитию железнодорожной сети в стране. А знаете ли вы, когда был выполнен первый трюк в истории кино? Это произошло 12 ноября 1910 года. Каскадер совершил прыжок в реку с горящего воздушного шара, и это событие стало настоящим прорывом в мире кинематографа. Представляете, какими бесстрашными были люди уже тогда? 12 ноября 1917 года Зимний дворец в Петрограде, некогда резиденция российских императоров, был объявлен Государственным музеем. Это решение положило начало новой эпохи в истории дворца, превратив его в хранилище бесценных произведений искусства и культурного наследия. Сегодня Эрмитаж – один из крупнейших и знаменитых музеев мира, куда ежегодно приезжают миллионы туристов. 12 ноября 1840 года родился Огюст Роден, выдающийся французский скульптор, один из ярчайших представителей импрессионизма в скульптуре. Его работы «Мыслитель», «Граждане Кали», «Поцелуй» давно стали классикой мирового искусства. Роден произвел настоящую революцию в скульптуре, его работы поражают своей эмоциональностью и динамикой. 12 ноября «Поздравление с днем рождения» принимает Райан Гослинг, талантливый канадский актер, покоривший сердца миллионов зрителей своей харизмой и актерским дарованием. Мы знаем и любим его по ролям в фильмах «Славные парни», «Ла-ла-ленд», «Барби». Гослинг – яркий пример современного актера, способного органично существовать в разных жанрах и создавать незабываемые образы. И, конечно же, не могу не упомянуть, что 12 ноября отмечает день рождения и ваша покорная слуга Юлия Ковальчук. В этот день я традиционно принимаю поздравления от родных, близких, коллег и, конечно же, от вас, мои дорогие зрители. Спасибо вам за вашу любовь, поддержку и внимание! А еще 12 ноября отмечают свои именины Анастасия, Елена, Герман, Иосиф, Максим и Марк. Не забудьте поздравить своих родственников, друзей и знакомых, носящих эти имена. Пусть этот день будет наполнен радостью, теплом и улыбками. Ну вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие в мир дат и событий. Надеюсь, вам было интересно узнать, какие праздники отмечают 12 ноября. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться с нами.